Всем привет! Давно не виделись, целую неделю. Вы скачали? Скачали. Меня зовут Русская Юля. Блин, Русская Юля. Вообще я Русская Юля, Рейнер Юля, Владимирова Юля. Называйте меня просто Юля, короче. Ой, понравилось мне снимать влоги, поэтому я снова начала пробушкать этим делом. Буду сейчас краситься. Опять опаздываю, опять в спешке какой-то начинаю этот влог. Ну что поделать, жизнь такая, я очень люблю спать. И у меня здесь капюшки. Супер вещь. А вот здесь вот, о, увидите, собралось. Ну что, это будет влог не одного дня, а недели. Буду выбирать такие интересные моменты. Но сегодня у меня, например, съемка танцев, который вы видели тоже. Влог я снимала. Не хотела танцевать. Короче, там такая ситуация. Я хожу на Хиллз, и мы учим месяц, два месяца хореографию, да, танец под музыку, под песню. И потом танцуем на профессиональную камеру. То есть танцуем, а нас кто-то снимает на камеру. Блин, я не хотела. Почему? Потому что я очень стесняюсь. Я не люблю, когда на меня смотрит кто-то другой. Если бы я танцовый не снимала, я бы улыбалась. Ну, мне бы было интересно, я не скован и так далее. А тут я не могу, и я хотела отказаться от этого дела. Но хореографию, я знаю, вроде бы неплохо. Поверьте, есть те, кто танцует хуже меня. Все нормально. Вот. И мне наша хореограф сказала. Давай попробуем, что там, получается, два дня. Одни девочки танцуют в студии. Это завтра. А кто-то танцует, вот, где мы занимаемся, в этом танцевальном зале. Ну, в общем, понял, да? Кто-то вот в этом танцевальном зале. Якобы кто особо сильно в себе не уверен, но хочет сняться. Вот она мне предложила. Я же не умею отказывать людям, как обычно. Я такая, ну ладно, хорошо. А там еще такой прикол, что вот мы выучили хореографию, и надо конец, самое как-то сфантазировать. Фантазия, это вообще не про меня в танце. И я говорю, я не буду ничего фантазировать. У меня с этим вообще туго. Ну, я сразу теряюсь еще больше. И делаю что-то не так. Она говорит, ну, может без этого. Вот. И это мало того, что просто, да, прийти там станцевать. Мне еще деньги за это заплатили. Тут просто понимаете, что они нельзя никак оплошать. Но, конечно, интересно, как будет. Интересно вообще качество. Понравится, не понравится мне это видео. И уже от этого я буду отталкиваться, буду я ли остальные танцы так танцевать. Может быть, я увижу, что я там ужасно танцевала, ужасная съемка, ужасный свет. Вообще все ужасное. Зачем мне только деньги за это платить? Вот. И дела. Короче, сегодня все увидим. Сейчас еще вместе с вами образы будем выбирать. И чай еще попить надо. Как я все успею? Ну, ничего. Я крашусь очень быстро. Все. Прощаюсь. Я еще даже успеваю и чаек попить с медом. Это мед, который мы привезли с горного Алтая. Ой, с горного или просто с золотая? Это же две родные вещи. С Алтая. Я, правда, не помню. Это что-то кокос... Что-то кокосовое. А вот это что-то фисташковое, вроде бы. Антон мне дает на наставление. Говорит, ты, главное, улыбайся. Я говорю, ну и что, ты представляешь такой женственный плавный танец и я. Да? Ну что? Не знаю. Как ты советуешь мне улыбаться? В меру. Ну как? Глазами? Как учила Тайру Бэкс? Есть хоть какие-то эмоции? Указывайте, что-то эти тарелые лица. Зачем меня сюда привели? Помогите. Да-да-да, помогите. Помогите, не заставили. Мой первый вариант. Подожди, так еще варианты только тут? Ну да. Смотрите. Получаются вот такие вот штаны, яшки. Такой нежный, плавный танец будет. Вот такие штаны и вот топ. Сзади спинка очень интересная. Оп. Как вам? Помните, наверное, не повторяйте. Вот он. Все равно. Все равно. Все равно. Следующий. Второй вариант. Я просто изменила верх и точно такой же низ. Антон? Ну, мне белый нравится. Этот не очень? Ну, белый, белый. Мне понравится. И вот тоже спинка такая интересная. Вроде бы и этот тоже неплох. Третий вариант. Верх тот же, низ теперь другой. Вот такие вот штанишки. Но мне кажется, что будет неудобно. Так как они прям сковывают. Не знаю. И последний, четвертый вариант. Вот такие вот брюки. Они как тоже такие большие. Должно удобно быть. Ну, как будто бы какой-то такой деловой сразу стиль получается. Наверное, это немножко не туда. Все-таки легкость плавная должна быть. Я очень волнуюсь. Ну, что поделать? Я не знаю, как контролировать свои эмоции. Не исключено, что я приду, накосячу, расстроюсь, расплачусь и убегусь. Взяла себя в руки, Юля. Взяла себя в руки. Взяла себя в руки. Девочки, я больше боялась. Очень классно потанцевали. Конечно, я сбилась. Я дома танцевала намного лучше. Три раза танцевала и три раза вбивалась на одном месте. Очень быстро делала один момент. И, соответственно, долго ждала второй. Не знаю. Посмотрим, что получится. Говорят, недельку. И уже скинут видео. Ну, и так другу-дружку тоже поснимали, выставили. Блин, прикольно. Мне понравилось. Единственное, у меня там лицо так светило. Я очень была вся в жирном блеске. Не знаю, с чем это связано. Вроде бы не жирная. Не жирная. Но там была жирная. Проверка видео. Я подключила микрофон. Вот это у меня уже, да? Сама. Надеюсь, что мне хорошо видно. Видно стол. И меня хорошо слышно. Все-таки, для чего я покупала микрофон? Ну, конечно же, чтобы хоть куда-то и где-то его использовать. Правильно? Угу. Будем сейчас готовить с вами меренговый рулет. Так. Я не хвастаюсь. Нет, я просто сейчас... Подождите, у меня мозг отключился. Я хочу разобраться. Мне нужны заметки, чтобы посмотреть пропорции меренгового рулетика. Меренговый рулетик. Вот. Все. Мы нашли с вами пропорции. Нам нужен белок. Четыре штуки. Кстати, купила весы в ДНС. Пища стоит. Прикаляйте. Не оглохли? Нет? А зачем нам вот это? Зачем я вот это вот достала? У меня четыре штуки. Яиц надо. Берем яйца, берем форму. Начинаем готовить. Так. Я все подготовила. Яйца помыла. Достала две формы. В этой форме у меня будут белки. А вот сюда буду складывать желтки. Они нам не нужны. Здесь очень важно, чтобы вот сюда не попал ни грамма желтка. Это очень важно. Поэтому будьте осторожны. Третье яйцо. Я плохо разбила. Вот. Поэтому я желтка оттуда не взяла. Сразу еще вылила. Не дай бог. Ниц у меня осталось мало. Если сейчас что-то пойдет не так. Ну. Меренговому рулету не быть. Не ленький магазин. Я добавляю немножечко лимонной кислоты. И отправляю взбиваться на максимальной скорости до белой пенки. Я попозже покажу. Видите пенку? Вот до такого состояния надо взбить. Включаем наши кухонные весы. Если уверены в себе, то можете делать все на глаз. Так. И теперь всыпаем... Аааа. Сахарная пудра 220 грамм. У меня миксер мощный, поэтому я взбиваю. Всыпаю сразу все. Чтобы потом не досыпать. Получилось 222... 223 грамма. Начинаем взбивать. До устойчивых пиков. Тоже потом покажу. Вот тут вот так перемешаем. Чтобы показать вам, как выглядят устойчивые пики. Аааа... Сейчас. Одной рукой неудобно. Оп. Видите? Вот этот вот клювик стоит. Это устойчивый пик. Как еще понять, что все готово? Сейчас я с лопатки стищу. Я переворачиваю. И ничего не стекает. Значит, все классно. Надеюсь, по крайней мере. Знаете, это такой десерт тоже, как макарон. Получится, не получится. Сколько раз меренговые рулеты готовила. Всегда по-разному получались. Но всегда было съедобно. Одну столовую ложку крупного крахмала. И перемешиваем. Перемешиваем аккуратно. Я перемешиваю по часовой. Вымешиваю. Либо можно миксером взбить, но на минимальной скорости. Так, просто смешать. И все. Совсем забыла сказать, что включила духовку. Разогреваться на 150 градусов. Переносим все. Сюдым. Можно выпекать на тефлоновой бумаге, как я. Можно на пергаменте. В этом вопросе меренговый рулет не придирчивый такой. Ему без разницы. Так вот равномерно все распределяем, чтобы пергамент не ерзал. Вот сюда вот добавляете. И все у вас будет стоять. Но я так не хотела делать, потому что в таком пробе нет. Я ленивая. Все. Сейчас отправляем в духовку на 20-25 минут при 150. Немного сменила ракурс. Антоном надоело. И он срезал все вот эти вот штучки-висюльки. Срезал еще так некрасиво. А если вместе с шариками одирать, то потолок тоже одирается вместе. Хотя мне его не жалко. Я бы все отобирала. Ну и пусть неделька, наверное, повисит. И я с этим так уберусь. Делаем крем. Крем очень простой. Это жирные сливки и сахарная пудра. Сливки 30-33%. Они должны быть холодные. Сейчас я поменяю на миллилитры. Опа. Кухонные висы – это вещь вообще. Почему я раньше их не покупала, я не знаю. Упс. Пролила. 150 миллилитров. И сюда же сахарной пудры. 2 столовые ложки. Ну, либо 30 грамм. Взбиваем до такого более-менее густого состояния. Также должно быть все сухое, чистенькое. На максимальной скорости. Примерно до такого состояния. Конечно, лучше добавить в этот крем творожный сыр. Тогда ее консистенция будет плотнее и вкуснее. Меренговый рулетик готов. Единственное, нужно больше времени, чтобы он постоял. Вот крем застыл. Ну и, конечно, вот для нас. Не очень красиво. Да, но, тем не менее, вкусно. Тоже так делает мужа всегда обрезки. А вам красивенько. Только ты бесовестная. Ой, ну ладно тебе. Зато тебе два кусочка положила. Смотрите, да, как красиво. Вот он внутри такой нежный, а сверху корочка. Ммм, это превосходно. Всем привет, это новый день. Сегодня 12, вроде бы, сентября. Я с самого утра хожу по каким-то делам. Я опять забыла микрофон, надеюсь, вы меня слышите. Вот, хожу по делам, сходила на тренировку, сходила к эндокринологу вот сейчас. У меня проблема с щитовидкой, хаид, хронический, аудимумий, тереатит. Вот, поэтому у меня проблема с гормонами, ТТГ скачет вечно, и я принимаю каждый день эутерокс. И вот из-за того, что у меня ТТГ было не в норме несколько месяцев назад, я хожу месяца, ну, каждые 3 месяца сдаю ТТГ, чтобы вот как-то его наладить, и сейчас принимаю аутерокс 75 мг, и он у меня, слава богу, в норме. Поэтому давайте уже есть, ну, и порассуждаем насчет болезней, беременности, ТТГ, ТТГ, так как мне все-таки уже 26 лет. Буду пить кофе. И заказала тут себе завтрак перед эндокринологом, и не успела им насладиться. Вот лепашки такие. О боже, о боже. У меня очень здесь в машине есть, я не люблю. И вот что здесь видите. У меня есть время перед танцами, я же, почему я дома? Не еду домой, не ем дома, потому что у меня сейчас танцы, говорю, очень продуктивный такой день получился, но я этому и рада. Тут маслины, не люблю маслины. Так, и есть 4 вида соусов. Это творожный, еще какой-то, и еще какой-то. Я поняла, что только творожный у нас имеется. Как я вообще узнала, что у меня проблемы с щитовидкой? Я тогда похудела, сколько, 6 лет назад, ну, в 20 лет узнала. Я похудела очень сильно, на 10 килограмм. Было 52 килограмма, стало 42 килограмма. Я думала, что это просто на фоне стресса, потому что было, из-за чего. Но меня мама отправила в больницу, якобы иди узнаю, что, почему так. Ну и вот я пошла, и у меня были проблемы с гормонами. Понятное дело, что мы все испугались. Я испугалась. Мама очень сильно испугалась. Начали лезть в интернет, искать, что это такое. Там чуть ли там, я уже была готова помирать, вот честно. И в этот же день я записалась к врачу, в больницу, к эндокринологу. И понятное дело, что я нарвалась на него очень хорошего специалиста. Так как хорошие специалисты, ну, не принимают день в день. У них все-таки есть какая-то запись. Вот. Я пришла. Женщина эта меня насторожила очень сильно. Я не помню, как называется уже там. Поликлиника. Чтобы, да, вас как-то предостеречь. Если что, я живу в Томске. Вот. И она мне назначила просто какие-то БАДы. И эти БАДы я принимала полгода. Естественно, ситуация с гормонами у меня не улучшилась. У меня был вот этот вот зоб. У меня, кстати, он до сих пор есть, когда я волнуюсь, вот этот зоб. Но говорю, с гормонами все хорошо. И потом я уже нашла другого врача. Мне посоветовали в мультиклиник. И вот она как раз-таки меня и вывела на хорошие гормоны. на хорошие анализы. Потом она ушла. Я сейчас хожу к другому эндокринологу. И вот почему-то с Нового года у меня какие-то траблы с гормонами, с ТТГ. Мы искали дозировку, теперь нашли ее. И вот все хорошо. Слава Богу. Это вкусно. Очень вкусно. Простите, что я, может быть, где-то невнятно говорю, но я очень голодна. Ну, а жизнь как-то, да, мое заболевание никак не влияет. В принципе, ну, то есть, я не чувствую, но вообще, если так в интернете читать, что люди агрессивные, с гормонами беда. Реально, я агрессивная бываю в моментах. Может быть, я просто человек такой. Слабость, вот это вот, типа, вот это все. Ну, мне кажется, это и у обычного человека, который не болеет таким заболеванием, как я, тоже все это присутствует. Поэтому я особо на это внимание не обращаю. Как моя болезнь, да, как мои вот эти гормоны влияют на беременность. Ну, тяжело забеременеть. Но я не пыталась, я не пробовала. Это просто мне так говорят люди. И мало того, что тяжело, еще если вы будете и не следить за своими гормонами во время беременности, появится патология у малыша. Я вообще очень сильно боюсь. И когда у меня ТТГ был не в норме, у меня просто то ли весной, то ли в июне ТТГ был очень высокий. Он был прям за гранью. То ли 7. У меня такого никогда не было. Я очень запереживала. Я думала, что все уже, что, ну, никак не помочь себе. Не знаю, почему я так думала. И, естественно, я подумала о ребенке, ну, о будущем своем. Я все-таки хочу детей. И что такая ситуация, как это. В общем, я очень сильно тогда запаниковала. Поплакала. Родителям поплакала, Антону поплакала. Но сейчас все наводило. На беременность это влияет. Но надо следить. Сдавать. Постоянно держать на контроле. Ну, тогда все будет хорошо. Я надеюсь на это. Про детей. Почему мы не пробуем? Ну, потому что у нас первостепенная сейчас задача разобраться с жильем что мы и делаем. Все-таки я хочу, чтобы у меня ребенок жил в хороших условиях. Чтобы я смогла как-то с ним гулять. Мы сейчас живем. У нас служебная квартира. Пятиэтажка. Четвертый этаж у нас. И там нет лифта. Просто представляете, Антон на работе. как я с коляской должна вниз спускаться. Поэтому, конечно, я хочу сначала хорошие условия для малыша. Я знаю, что каждый думает по-своему. Типа, будет малыш, будут условия. Тут без разницы. У меня вот как бы такое. в голове у Антона тоже. Конечно, готовым ты никогда не будешь. Именно как-то морально, эмоционально, да. Ну, к этому нельзя быть готовыми. Но хотя бы жилищные условия улучшить, что в моих силах я могу. Я очень думала много на этот счет. Думала, вдруг у меня не получится. Ну да, из-за моей болезни, что вдруг у меня не получится как-то забеременеть. Что делать тогда? Вроде бы, как я и настроена взять ребенка из детского дома. Даже не знаю. Говорила уже с этим, ну, на эту тему с Антономом, с мужем. Ну, он, конечно, наверное, не так сильно настроен, как я на это. Но уже будем думать по мере поступления вот этих вот проблем. Сейчас проблем нет. Я просто люблю думать на разные темы, да, что может получиться, может не получиться, и надо как будто иметь запасные планы какие-то. Муж у меня старше на два года меня, и ему 28 лет. ну, и он таких же, как бы, у него такие же мысли, как у меня, что он не хочет вот прямо сейчас детей, прямо вот в сию минуту. Я просто знаю, что мужчины к 30, они вот все хотят детей, давай, надо, рожают. второго, третьего, четвертого. Антон нет. Не хочет. Я похожа на размышляющего хомяка. Или сынку. у меня еще вот тут вот прыж выскочил, но я не давлю. Жду, пока сам пройдет. А на пипец потом разбарабанит. Это божество. Сейчас на танцах буду трясти своим пузиком. Главное, чтобы у меня не было. Новый день. Какое сегодня число, Антош? О, 15-е, потому что 16 сентября мы пойдем ставить Тоне прививку. Тоне, это наша кошечка маленькая. Ей 3 месяца будет 20 сентября. И я хочу вам показать самое милое, что вы сегодня увидите в моем влоге. Сейчас, минутку. Вот они, они. Смотрите. Мы купили вот такой вот рюкзак для Тони. И она сейчас сидит вот так гуляет. Антон ее несет. Как тебе живется, хорошо? Ой, не могу. Антоша, ну расскажи, как тебе с кошкой гулять? Антон, короче, стесняется. А мы хотим, чтобы она воздухом дышала. Ну и вообще, чтобы она завтра не боялась, когда она пойдет на прививку, да? она там вообще с ума сойдет. Если ее так разом на улицу вынести, в жопу и градус там засунуть. Антон, надо сегодня еще подстричь ей когти, потому что она по-любому будет царапать Антона, а у нее не огромная она меня сегодня поцарапала. И я буду завтра все снимать. Доброе утро. Сегодня 16 сентября и мы все втроем идем на прививку. Тони сидит, уже привыкла. Она, кстати, сама залазит, ну, то есть не боится, ей наоборот нравится. Она хочет выйти, поэтому она такая активная в рюкзаке. Она развлековалась, да, перед ним ходом. вот. Ну, не знаю, как сейчас все пройдет, но я с ним заходить не буду, Антон зайдет, потому что, во-первых, если я не справлюсь, она очень сильная, а во-вторых, я всего и того боюсь и буду, конечно, переживать очень сильно. Не знаю, этот бедный малыш что ее ждет. Мифка. Ой, там 10 наверное будет. Посмотрите, она думает, что просто с ней гуляет. Тоня, сейчас тебе подожди. Тоня, Тоня. там спирт. Мам. Мам. Девочка. Тише, 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 тише. Представляете, какая у нас Тоня боевая вообще. Ей делали укол, она даже не пискнула, не пыталась вырваться, вообще ничего. Она вот стояла так. Покажи, как она стояла. Клянусь-то такая напряглась стоит. Представляете, я вообще в шоке. Даже писка не было. Единственное, что градусник под конец начал спущать. Ну, сначала, да, им градусник, температуру мерят, а потом уже ставят в холку уколчик. И, получается, через три недели мы придем на второй укол. Вот такие дела. Сейчас покажу нашего героя сегодняшнего. сидит. Дома нам еще дали вот такой вот паспорт для Тони. 100 рублей стоил. Был там другой. Мы подумали, ладно, уже этот возьмем. начинка одна и та же. Вот здесь нужно написать имя владельцев. Все про владельцев. Здесь про животного. Фотографию ставить. Тони, блин, так смешно. Представляете, паспорт животного почти как наш. Вот кличка, вид, порода. А, вот в породе она сказала, что нужно, если есть документация, прям переписать. А если нет, то метис. У нас нет документации никакой, поэтому она у нас метиска. Якобы вот как указано владельцем. И что-то там еще дальше. И здесь уже про прививки будут идти. Что вот настраивили все. Тут уже вот видите поставили. О, я фил. Если здесь 1700 стоит, это импортная, неотечественная, и вторая через три недели 1900 по-моему сейчас стоит. Спасибо большое, что досмотрели этот влог, я надеюсь, до конца. Все, мы сейчас будем завтракать. Уже очень много минут получается в этом влоге, поэтому я не буду снимать, как мы проводим сегодня день, да, как чувствует себя Тони. Надеюсь, все будет хорошо. Конечно, вялость она должна присутствовать, ну, наверное, но в основном будет чувствовать она себя хорошо. Такие дела. Хотела сказать покойную ночь. До следующего влога! влога!